Доброго дня, дорогие друзья! Продолжается серия прямых эфиров с представителями Институтов Казанского Федерального Университета перед приемом 2022 года. И сегодня у нас в гостях Институт геологии и нефтегазовых технологий. Представлюсь меня за утром Аполинсков и с вашего позволения представлю сегодняшних гостей у нас здесь в Шуруме. Данис Карлович Нургалиев, проректор по направлениям нефтегазовой технологии, директор Института геологии и нефтегазовой технологии Казанского Федерального Университета. Данис Карлович, доброго дня! Добрый день, ребята! И Андрей Анатольевич Терехин, заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями. Андрей Анатольевич, вам тоже доброго дня! Добрый день! Что ж, коллеги, мы знаем, что у нас есть подготовленный ролик. Давайте сперва его посмотрим. И прежде чем его посмотреть, напоминаю, уважаемые абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы по ходу нашей прямой трансляции ВКонтакте. Нашей официальной группы Казанского Федерального Университета. Ну что ж, давайте смотреть ролик о вашем институте. Институт геологии и нефтегазовых технологий восхищает своей богатой историей. Обучение геологическим наукам началось практически сразу же после образования самого университета. За два столетия Вальма Матер сформировалась и получила всемирное признание Казанской школы геологов. А после, продолжая современную историю вуза Геофак, расширил свои границы и заявил о себе, как Институт геологии и нефтегазовых технологий. Данное преобразование состоялось с 5 мая 2011 года. Уже сегодня в арсенале сотрудников института имеются передовые технологии, мощное научное оборудование, образовательные программы, учитывающие давние традиции геологического образования. Нефтяные компании – основные игроки на биржевых торгах. Цену на этот важнейший ресурс определяет общее состояние рынка. Не удивительно, что работа в нефтедобыче и нефтеразработке – одна из самых престижных и стратегически значимых в современной России. Но кто они, современные геологи? Специалисты по геологии, главные по строению земной коры, так говорит словарь. А что говорит о себе сама профессия? Сегодня не нужно умываться нефтью, чтобы стать геологом. А что нужно? Думать. Из школьного курса известно каждому, что черное золото образовалось много миллионов лет назад. А теперь нефть залегает в особых горных породах, содержащих пустоты, породах-коллекторах. Сегодня сотрудники геологических служб детально изучают распределение пород-коллекторов в пределах месторождения нефти, определяют места для бурения скважины и контролируют процесс бурения, где и отбирают образцы горных пород. Обнаруженную нефть необходимо извлечь из пустот внутри породы и поднять на поверхность. Для этого существует множество способов. Напомним, из нефти мир получает не только бензин и пластмассу, но и большинство вещей человеческого обихода. Безусловно, углеводороды важны. Однако для промышленности и строительства нужны и другие виды ресурсов. Особенно человечеству полюбились руды черных и цветных металлов и драгоценные камни. Да, добычей данных ресурсов тоже занимаются специалисты, выпускники Института геологии и нефтегазовых технологий. Благодаря труду специалистов нефтегазового сектора ежедневно летают самолеты, ездят автомобили, строятся дома, из кранов течет вода, производятся одежды, обувь и даже продукты питания. Наверняка вы и не задумывались над этим, но еще одним важнейшим полезным ископаемым является вода. По подсчету ООН, население Земли к 2040 году составит более 9 миллиардов человек. Как отмечают специалисты, уже через 20 лет на планете будут использованы 70% доступного годового объема пресной воды. Изучением водных ресурсов занимаются гидрогеологи, чьи исследования должны решить проблемы с недостатком питьевой воды. Возвращаясь к сегодняшнему дню, стоит отметить, что человечество вошло в эпоху развития цифровых технологий, где все более важными становятся междисциплинарные подходы к научным геологическим исследованиям и решению производственных задач. Так, например, совместно с геофизиками геологи изучают процессы распространения физических полей в геологических средах, фактически просвечивая недры Земли. Каждое месторождение, как и человек, имеет этапы своей жизни. Нефтяники называют их открытие, разведка, разработка и эксплуатация. И теперь, когда значительно расширилось географическое расположение месторождений нефти и газа, когда плавучие буровые установки появились в акватории целого ряда морей, стране и миру крайне необходимы соответствующие специалисты, переходя от слов к делу, студенты получают навыки на первой геологической практике, которую проходят все профили обучения. Будущие специалисты учатся правильно описывать геологические разрезы и проходящие процессы. Безусловно, речь идет не только о дневных учебных маршрутах. А вот производственную практику студенты проходят в крупных геологических и нефтегазовых компаниях. Для распределения студентов институт проводит не только ярмарки вакансий, но и различные мероприятия совместно с партнерами. Не менее интересны условия работы для начала карьеры молодого ученого. В институте функционируют несколько научных сообществ. Студия геоинформационных систем, технологий и еще многое другое. Безусловно, ни одной учебой жив студент. В Институте геологии и нефтегазовых технологий есть уникальная возможность реализовать свои творческие способности. Важно и то, что приезжие студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ обеспечиваются общежитиями. Многие из них уже с первого курса живут в лучшем кампусе России – деревне Универсиады. Завершив обучение в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ, выпускники становятся востребованы на производстве. С целью содействия трудоустройству университет развивает партнерские отношения с ведущими компаниями нефтегазового и геологического секторов. Такие интересные, многосторонние и, что немало важно, востребованные на современном рынке труда профессии, геолога и инженера нефтяника вы можете получить в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Это позволит построить успешную траекторию личностного, профессионального роста, развития для осуществления самой заветной мечты. Что ж, дамы и господа, ролик мы с вами посмотрели. И давайте перейдем к вопросам, которые у нас есть, уже заготовлены из нашей группы ВКонтакте. Первый вопрос. Сколько в вашем институте бюджетных мест на бакалавриате и на каких направлениях? Позвольте мне ответить. У нас два направления подготовки. Это диалогия и нефтегазовое дело. На направлении подготовки диалогии есть еще профилизация. Это мы готовим диафизиков, профиль, диалогия нефтегаза, профиль, диалогия и инженерная диалогия и, собственно говоря, классическая диалогия. Ну, вот полевой диалог, который у нас ходит маршруты, как раз с рюкзаком, вот о чем мы сейчас говорили в начале. Так вот, на направлении диалогии в этом году у нас предусмотрено 100 бюджетных мест, на направлении нефтегазовое дело 58 бюджетных мест. Денис Карлович, есть что добавить? Да, ну, например, когда люди поступают иногда, у нас очень мало мест, например, на нефтегазовое дело, и конкурс очень большой бывает, да, и люди говорят, что вот мы хотим на нефтегазовое дело точно. Но дело в том, что геология и нефтегазовое дело – это очень близкие специальности. И люди, которые заканчивают геологию, они тоже работают не менее успешно, даже, может, и на более успешно. В тех же самых нефтяных компаниях занимаются, скажем, поисками, разведкой, разработкой нефтяных и газовых месторождений. Например, специальность, профиль геологии нефти и газа, он вообще очень близок к нефтегазовому делу. Нефтегазовое дело – это инженерный специальный человек, который инженер, создает технологии разработки, осваивает, значит, использует технологии разработки нефтегазовых месторождений. А геолог-нефтяник, он готовит материалы геологические для того, чтобы эффективно это все делать. То есть он занимается больше научными исследованиями, изучает резервуары под микроскопом, электронным микроскопом, какими-то приборами и так далее. То есть все эти специальности, они достаточно близкие. То есть, если, скажем, вы не можете поступить на, или хотели поступить на нефтегазовое дело, но не можете, не надо плакать и кричать, рвать на себя волосы. Можно просто идти немножко на другую специальность, а потом, более того, потом по окончании бакалавриата вы можете поступить в магистратуру, ту, которую вы хотите. Тем более, что магистрические программы у нас очень обширные программы, магистрские, среди которых очень много таких, которые позволяют потом работать успешно в нефтегазовой компании. Хорошо. Следующий вопрос. Изменится ли стоимость платного обучения в этом году? Стоимость контрактного платного обучения в этом году уже утверждена, и она по прошлому году такая же у нас практически осталась. Это на разные программы, она немножечко разная. Это все-таки цифра, поэтому позвольте мне, если сразу отвечать предметно, то и сказать, какая у нас стоимость обучения. Итак, стоимость обучения у нас составляет на направлении диалоги 169 200 рублей в год, а на направлении нефтегазовое дело 177 864 рубля в год. В сравнении с другими вузами Российской Федерации наша стоимость обучения, на ваш взгляд? Нет. Она вполне конкурентоспособна, и в принципе это ниже, чем вузы в Москве и в Санкт-Петербурге. Потому что другие институты нашего Казанско-федерального, например, институционно-философских наук, особенно обучение на журналисты и телевизионщика, оплата в разы ниже, чем в Москве и в Петербурге, но преимуществ здесь больше. Вот в геофаке у вас. Ну, не в разы, но, скажем, на где-то порядка 15-20% у нас оплата ниже, а если сравнивать с вузами, которые осуществляют подготовку геологов в России, ну, скажем, МГУ, горный питерский, то там, наверное, в разы, в два раза стоимость может отличаться обучения, чем в наших программах. Ну, ребята, я хочу отметить, дело в том, что в Казанском федеральном университете, в институте геологии и газовых технологий, очень обширная и продвинутая лабораторная техническая база. У нас созданы такие же учебно-научные лаборатории, как и в ведущих нефтегазовых вузах нашей страны. И мы это вам показываем на днях открытых дверей, организовывая экскурсии, и, собственно, не только об этом рассказываем, но еще организуем вот такие показы. Если кто-то хочет нам прийти и в этом убедиться, посмотреть, то мы всегда рады вас видеть в Институте геологии и нефтегазовых технологий. А коммуницировать с нами, в первую очередь, сейчас можно через нашу группу ВКонтакте. Вы ее найдете очень просто, если наберете хоть на латинице, хоть даже на кириллице, такое термин ЮГЕО, то есть юный геологи, ЮГЕО. Вот у нас есть такая группа ВКонтакте, через которую можно, собственно, с нами списаться и так же задать вопросы какие-то. И, возможно, мы и проведем день открытых дверей, если у вас класс захочет провести, скажем, вы хотите прийти к нам в Институт и с нами поближе познакомиться. Мы открыты для вас. Ну, глядя по ролику, который мы смотрели, мощностей достаточно для хорошего обучения. Когда начинается прием документов? Следующий вопрос. Прием документов у нас, так же, как и у всех, начинается 20 июня. Какие проходные баллы были в прошлом году на бюджет? Вот очень хороший, правильный вопрос. Обычно он звучит так, какие у вас проходные баллы, и немножечко вводят в ступор. Вот как же мне правильно ответить? А вопрос очень грамотно сформулирован. Именно какие были проходные баллы в прошлом году на бюджет? Здесь я, ребята, советую вам ориентироваться на средние проходные баллы. Вот у нас на сайте, совершенно в открытом доступе, где-то с 2013 года публикуются все проходные баллы на бюджет. Вы их можете посмотреть и вот такую вот динамику их развития там увидеть. Но я вам отвечу на этот вопрос следующим образом. На направлении геология средний балл составляет порядка 210. А на направлении нефтегазовое дело это где-то 225 баллов. По результатам ЕГЭ это три экзамена. Это вот средний балл, на который надо ориентироваться. По нашему вот этому сезону приемной кампании многие отвечают, что, ребят, не смотрите на проходной балл. Старайтесь просто сдать ЕГЭ все на 100. Тогда перед вами все двери открываются. Правильно говорим, нет? Правильно, абсолютно. Поехали дальше по вопросам. На какое направление самый большой конкурс? Ну, конечно, я уже говорил, вот на направлении нефтегазовое дело конкурс самый большой. Наверное, связан с тем, что вот это нефтегазовое дело, нефть, прям, 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 нефть чуть не льется уже из этого названия. Поэтому, наверное, люди идут сюда. Но я уже повторил, что на самом деле, конечно, работает нефтегазовая компания, можно и закончить любое другое направление геологии в том числе. И, ну, в области геологии, вот по профилям геологии, тут от года в год, из года в год это меняется. Ну, в принципе, примерно одинаковый конкурс там. Некоторые годы у нас гидрогеология превалирует, некоторые годы в геофизику люди идут, да, как-то. Ну, в общем, тут примерно одинаково. То есть, тут надо просто выбирать уже более подробно, куда вы хотите учиться. Конечно, желательно поступить туда, куда вы изначально хотели. И, конечно, вот когда вы будете сдавать документы, вы должны, во-первых, конечно, поставить самую главную фишку вот туда, вот, куда вы действительно хотите поступить. То есть, кому-то это геофизика, то есть, это вот, кто такой геофизик? Я сам геофизик. Я поступал на геофизику. Почему? Потому что геофизика – это физика на свежем воздухе. Вот люди, которые любят путешествовать, люди, которые любят физику, математику, пожалуйста, поступайте туда. Это очень хорошая работа, особенно девочки, например. Девочки у нас поступают туда, и на компьютерах сидят, и все, так сказать, решают задачи все эти, интерпретацию проводят, караташных данных, сейсмических данных, в очень красивых офисах, и при этом участвуют в открытии месторождений и так далее, и так далее. Получают такую же большую зарплату и премию. Вот. Ну, на самом деле, цифровизация сегодня, вот, компьютер – это сегодня везде. Это в любом направлении, в любой специальности это у нас работает, потому что у нас факультет, в общем, такой уже цифровизованный, что факультет. У нас большой объем преподавания дисциплин, которые связаны с цифровизацией, значит, компьютерными технологиями. Вот это, естественно, конечно, сегодня это важно для всех, наверное. Да, сегодня нет такой специальности, в которой не было, наверное, цифровизации такой компьютерной технологии не было бы. Вот. Поэтому, сказать, где конкурс большой. Ну, вот, конкурс реально он большой на нефтегазовом деле. Ну, в остальных тоже, там, ну, 10 баллов, скажем, грубо говоря, отличие 10-15 баллов. Отличие. Вот. И, конечно, нужно подавать, наверное, документы и туда, и сюда, и как-то вот ориентироваться, но желательно, конечно, поступать туда, куда вы хотите. Вот. Примерно так. Хорошо. Поехали дальше. Чтобы поступить на геологию, нужно сдавать базовую математику или профильную? Конечно же, профильную математику. Да. Базовая математика – это, скажем так, она почти никуда не принимается, кроме гуманитарных особенных направлений. Конечно же, в ВУЗе естественно-научного профиля к нам, на геологию, нужно сдавать профильную математику. Следующий вопрос у нас прилетает из группы ВКонтакте. Когда начинаются экзамены для иностранцев? Для иностранцев прием заявлений уже открыт, а экзамены идут согласно графику расписания экзаменов, который вывешен в открытом доступе на сайте приемной комиссии. Если это какой-то конкретный вопрос, то это опять-таки можно написать в нашу группу ВКонтакте, и мы уже ответим конкретно на какой профиль, где будет проходить экзамен. То есть, в интернер-порядке мы ответим на этот вопрос. А в целом, графика экзаменов для иностранных граждан размещена на сайте приемной комиссии. Продолжаем дальше. Многих интересует еще поступление после специальных учреждений среднего образования, после 9 класса. Как переход идет на высшее образование? Как поступить таким людям? Здесь никаких сложностей нет. Даже, может быть, им более проще поступить в силу того, что они обладают базовыми профессиональными навыками уже к моменту окончания среднего профессионального образования, колледжа или техникума. И здесь отличие для них только одно. То, что они, если у них экзамены ЕГЭ уже потеряли свою годность, скажем, прошло уже большее количество лет, не принимаются к рассмотрению, то они могут сдавать внутренние испытания в Казанском федеральном университете. Причем для них есть еще такой нюанс. Именно выпускники колледжей, системы среднего профессионального образования, могут сдавать на выбор либо физику, либо диалогию. Соответственно, программа вступительных испытаний, она в открытом доступе лежит у нас на сайте университета. И здесь есть еще в некотором таком эксклюзивное объявление. В этом году у нас впервые открыт прием на заочное направление. И это заочное направление ориентировано в первую очередь для выпускников колледжей. Там дополнительно у нас открывается 25, правда, вне бюджетных мест. Идем дальше. Следующий вопрос тоже из группы ВКонтакте. Слышал, что началась регистрация и онлайн-тесты на поступление в Казанский федеральный университет на бюджет для иностранцев. А как я могу зарегистрироваться, чтобы сдать экзамены? Чтобы зарегистрироваться и сдать экзамены, иностранным гражданам нужно также пройти регистрацию на платформе абитуриент.кфу.ру завести свой личный кабинет, и у вас, согласно графику этих экзаменов, появится доступ ко всей информации, касающейся экзаменов, которые проходят в КФО. Если это же достаточно общий ответ, если нужно ответить конкретно, на какое направление, мы можем, естественно, ответить, если это касается направления геологии или нефтегазового дела, то, опять-таки, можно написать к нам через нашу группу ВКонтакте и задать вопрос, касаемый уже частной этой ситуации. Либо, извините, я дополню, либо, конечно же, обратиться в приемную комиссию. У нас есть отдел по работе, целоуправление по работе с иностранными гражданами, и, соответственно, можно также обратиться туда за комментарием. Теперь по следующему вопросу. Дайдем. Данис Карлович, еще что добавить? Да нет, нормально все, да. Тогда следующий вопрос. Предусмотрено ли по профилю геология получить второе высшее образование? Какие нужны будут документы, экзамены, какая плата? Можно я в плодное слово скажу? Да, да, конечно. Здесь есть несколько вариантов, как получить второе высшее образование, если осваивать профиль геология. Во-первых, окончить бакалавриат по направлению геология и поступить в магистратуру по другому профилу. Это первая возможность. Вторая возможность. Это, ну она тоже очевидна, наверное, закончить один бакалавриат, а потом закончить другой. Это неэффективно по времени никоим образом. Либо у нас в институте функционирует очень мощный центр дополнительного образования. И обучаясь по направлению геологии, да и по любому другому направлению, вы можете пройти программу переподготовки, либо программу дополнительно к высшему образованию. И на выходе получите два диплома. Один диплом бакалавра по выбранному вами профилю, а второй диплом дополнительный к высшему образованию наведения профессиональной деятельности в области, скажем, на которой вы учитесь. Ну, для примера, вы обучаете по профилю геология и проходите обучение в центре образования, скажем, по профилю геофизика или по профилю, скажем, нефтегазовое дело. И таким образом на выходе вы можете получить два диплома, которые вам позволят вести профессиональную деятельность в обоих направлениях. Да, тут есть ребята, у нас заочно вот это образование получают и получают дополнительный диплом. Например, вот ребята физики из сибирских университетов учатся у нас на нефтегазовом деле или там на геофизике по профилю по направлению геологии и получают второй диплом о высшем образовании. И могут уже после окончания физфака там, например, Сургутского университета работать геофизиками инвесторной компании, например. То есть, а здесь, прямо здесь можно получить, можно получить диплом переводчика, да, можно получить там, можно экономическую специальность получить. Менеджмент в нефтегазовой сфере. Да. То есть, возможности такие есть. Если вы учитесь, у вас есть возможность там, скажем, дополнительно заниматься, чувствуете себя сильным в этом плане, то, пожалуйста, можно получить два диплома без проблем. Следующий вопрос. Есть ли у вас курсы, кружки для старшеклассников? Да, конечно же, мы очень большое значение уделяем работе со школьниками. И, конечно, это связано с тем, что мы, как наше направление, диалоги, как предмет в школе никак не присутствуем. Только немножечко присутствуем в рамке курса географии, вот физической географии, которую вы изучаете в средних классах. Вот. И к выпускным классам это, возможно, уже как-то забывается немножко. Вот. Поэтому со школьниками мы работаем много. У нас есть и школа юного геолога, она работает круглогодично. Весь учебный год вы можете прийти, записаться и ходить к нам на дополнительные занятия по вечерам на геофаку Института геологии и нефтегазовых технологий. Вот. Мы ведем, кроме того, опять-таки в нашей группе ВКонтакте онлайн-занятия со всеми школьниками России, которые хотят с нами работать и получать дополнительные знания по геологии. Такие занятия проходят по вторникам в 15.30. Вот. Завтра у нас вторник, и у нас будет следующее занятие онлайн в школе юного геолога. Все проходит на текущий момент на онлайн-планформе Zoom, которая, зайдя к нам в группу ВКонтакте, вы можете эти данные получить и также подключаться к нашим занятиям. Кроме того, в частности, у нас в республике Торстане функционирует значительное количество, 39 кружков по подготовке геологии, которые участвуют в летней полевой олимпиаде юных геологов. Поэтому у нас для школьников есть очень много возможностей, приходите, будем рады. Кроме того, мы с удовольствием и помогаем вам выполнять исследовательские проекты в рамках вашей учебной деятельности. Вот такие вот научные исследовательские проекты мы курируем, помогаем вам делать, выступаем консультантами. И если нужна какая-то помощь, скажем, в проведении лабораторных анализов, консультирования, мы это все оказываем. Мы ведем такие проекты, и итогом этого бывает участие в различных конференциях научных. В частности, вот уже через неделю, 26 марта, у нас пройдет заседание секции геология научной конференции школьников имени Николая Лобачевского, где как раз ребята, которые готовились, такие работы подготовили, представят их в суткомитетном жюри, то есть выступят с этими работами на конференции. Так что приходите, у нас очень много направлений для школьников, и геология, и нефтегазовое дело, и историческая геология, палеонтология, минералогия. То есть вы узнаете много-много нового для себя, и очень интересно. Приходите. Хочется дополнить этот вопрос по поводу школьников. Со школьниками других регионов как-то работа проводится? По онлайну или кто-то ездит, например, в разные регионы России? Ну что, по себе, помню, 7 лет назад, у нас о геологии в городе абсолютно ничего не было. Хотя на Черноморском побережье живем, много чего нового интересного можно там найти, но о геологии там мало кто нам что рассказывал. Да, конечно. Вот я еще раз замечу, что мы, понимая, что круг интересов школьников к казанскими школьниками только не заканчивается, у казанских школьников есть хорошая возможность к нам прийти и точно с нами заниматься, что-то обсуждать, участвовать каких-то проектов, активность различную организовывать. Но, тем не менее, еще очень много ребят, которые, возможно, на Черноморском побережье, на Волжском побережье, вот у нас здесь, на правобережье Волги, возможно, ходят и видят горные породы, красивые обнажения. Хотелось узнать, что это такое. Конечно же, вот в Zoom завтра, по вторникам, ближайший вторник-завтра, вы можете подключиться и также участвовать в наших занятиях. Это вот такая возможность для иногородних школьников, не только Республики Татарстан, а всей Российской Федерации. Ну, в принципе, всех, кто подключается, русскоязычных школьников, которые вот эту информацию могут воспринять. То есть, самая-самая-самая широкая аудитория. Ну, благо, такая возможность есть. Давайте дальше по вопросам. С какого курса у студентов начинается практика и где они ее проходят? Ну, студенты проходят учебную практику у нас. После первого-второго курса они проходят учебную практику, но, в принципе, после второго курса и после третьего курса они уже могут ехать на производственную практику. Это бакалавриат имеется в виду, да? Они могут ехать, вот Андрей Анатольевич, он лично занимается работой с работодателями, работой с работодателями, да, и устраивает студентов на практику. На практику наши студенты бывают, я не знаю, ну, везде вот, да? То есть это начиная от Чукотки, Калининграда, Черноморского побережья, Черного моря, Казахстана, то есть даже с соседней страны, потому что у нас довольно много студентов учится из-за рубежа. То есть примерно 30% студентов наших это зарубежные студенты, в том числе включая и ближние зарубежья, и дальние зарубежья. И они, конечно, некоторые из них на практику могут поехать в свои компании. А так обычно у нас, конечно, хороший конкурс такой. Ребята все хотят поехать на хорошую практику, хорошую компанию, потому что потом они намереваются, познакомившись с руководителями их практик, там уже пристроятся, там на работу, посмотреть, какая там работа, какие там условия жизни, какие там условия для работы, какой коллектив. Понравилось? Пожалуйста, они едут туда на работу. То есть есть такая интеграция уже по ходу обучения. Да, конечно. И вот, конечно, это любые компании. То есть у нас, наверное, нет таких компаний, где бы наши студенты не проходили практику. Это и золото, и алмазы, и нефть, и вода, и любые полезноископаемые. Андрей Анатольевич? Да, действительно, практики начинаются со второго курса. Это интересные учебные практики, полевые, есть и на первом курсе. И ребята вспоминают, выпускники, которые приходят через 10, 15, 20 лет на встречу выпускников, именно эти практики вспоминают с самой большой теплотой. То есть это время, когда и они познакомились, и группы академические сплотились как-то вот в единое целое практики. Это проходят единые группы, организуются они вот на правобережье Волги, в таких красочно-красивых местах. Кроме того, что там есть и такие геологические обнажения, где можно прокладывать маршруты и отрабатывать на геологические навыки, навыки полевого геолога во время полевой практики. Но еще это очень красивые, прекрасные места. А вот с третьего курса начинаются практики производственные, когда ребята ездят на практике совершенно в различные регионы нашей страны, проходят производственные практики. И здесь опять-таки хочу дополнить еще немножечко про вопрос нефтегазовое дело и геологии нефтегаза. То есть вот у меня есть направление геологии, профиль геологии нефтегаза и нефтегазовое дело, направление. На самом деле ребята ездят на практику практически, вот не практически, а в одни и те же организации. Я вам больше скажу, после окончания они устраиваются на работу на одни и те же позиции. Поэтому разница там не так велика. Когда вы будете выбирать направление профиля подготовки, пожалуйста, вспомните об этом. И вот учитывайте эту информацию. Поехали дальше. Здесь уже затронем тему лаборатории и возможностей для обучения в вашем институте. Какие возможности для занятия наукой есть в вашем институте? Я хочу сказать огромные возможности. Андрей Анатольевич говорил, что у нас очень хорошая лаборатория. Я хочу сказать, что у нас уникальная лаборатория. Если сказать о том, какой уровень лабораторий у нас в Казанском федеральном университете, то могу сказать, что позапрошлым году мы выиграли грант на создание научного центра мирового уровня в области нефти. Таких центров в России 10 по разным направлениям. Начиная от медицины, гуманитарных направлений, сверхзвук, другие важные по биологии, по сельскому хозяйству. А вот по нефти, значит, вот этот центр, научный центр мирового уровня находится в Казанском федеральном университете в институте геологии и нефтегазовых технологий. Мы главная организация, и в кооперации с нами работает Губкинский университет, Схолтех и Уфимский нефтяной университет. То есть это говорит о том, что Казанский университет обладает таким потенциалом научным, лабораториями, технической базой, что он является утвержденным в качестве научного центра мирового уровня в России по нефти. То есть у нас за время, скажем, оснащения федерального университета, во время участия в гранте повышения конкурентоспособности российских вузов, мы закупили такое оборудование, пригласили таких специалистов, воспитали своих специалистов, что мы можем делать работы на мировом уровне для любых компаний, не только для российских. И это так и происходит. То есть, например, в области нефтегазового дела, в области повышения нефтеотдачи, в области геохимии, в области изучения нефтегазовых бассейнов, в области геофизики у нас есть проекты практически со всеми крупнейшими компаниями России, не только в России, но и зарубежными компаниями. То есть это китайские компании, Южная Америка, это и арабский мир, арабские компании. То есть и наши студенты, желающие, кто хочет заниматься, они все вовлечены в научную деятельность. То есть у нас очень много проектов, где магистры участвуют просто как инженеры, как лаборанты, участвуют в выполнении этих проектов. Практически большинство магистров, которые работают, ну, второго года магистров, они вовлечены в научное исследование. Я про аспирантов не говорю, потому что аспиранты, кстати, аспирантов у нас около 100 человек в институте, они все занимаются научными исследованиями по разным направлениям, по проектах, при этом получают зарплату и работают в пользу нефтяных компаний или, скажем, какие-то государственные гранты. У нас очень много, порядка 300 таких проектов, которые мы ежегодно выполняем. Это проекты, связанные с государственными проектами, скажем, научно-поснательными мировыми уровнями, это проекты Российского научного фонда, других государственных фондов и, конечно, очень много проектов, которые мы делаем с конкретными компаниями. Говоря о компаниях, у нас заключительные вопросы. Возможно, придется повторить, потому что ротация эфира у нас довольно-таки большая, зрители до выхода приходят, объединю сразу все в одну такую группу. Первое – это сотрудничаете ли вы с работодателями напрямую? Второе – проходят ли у вас дни карьеры? И третье – где работают ваши выпускники? Да, конечно же. Напрямую мы работаем с ведущими работодателями России по нашему направлению. В частности, если говорить о нефтегазовом деле, диалоге нефти и газа, мы работаем с компаниями «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукоил», «Сургутнефтегаз», «Татнефть». Вот с такими крупнейшими компаниями России мы работаем по распределению на практику и трудоустройству наших выпускников. Как происходит взаимодействие? Конечно же, самое лучшее взаимодействие – это когда представитель-работодатель на нашей площадке общается с нашими студентами. Вот этому мы отдаем приоритет. У нас регулярно проходят дни карьеры и «Сургутнефтегаза», и «Татнефть», «Роснефть», «Газпромнефть». Вот буквально у нас такое мероприятие с студентами было в прошлую пятницу, 18 марта. Только что наши ребята прошли отбор на перспективный проект «Газпромнефти». С крупными компаниями «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» у нас проходят большие дни карьеры, которые не только сводятся к тому, что приезжает представитель работодателя и отвечает на вопрос студент, сидят за круглым столом. Но это такие технологические дни, когда приезжают сейчас специалисты, читаются лекции, проводятся мастер-классы. Вот такое интерактивное общение между студентами, когда студенты могут понять, что из себя представляет компания, а компания может оценить и профессиональные, и морально-этические качества студентов, будущих своих специалистов. Вот такому взаимодействию мы отдаем приоритет. Если касается направления геология, то мы также стараемся сотрудничать с крупными компаниями. Это компания «Холдинг Росгеология», это «Алроса», и различные экспедиции, такие вот есть структуры, это геологические экспедиции в различных районах нашей страны. Ну, допустим, вот Центральная Кольская геологическая экспедиция. Еще, если проводить совсем недавние примеры, у нас 2 марта была встреча с крупнейшей компанией, занимающейся твердым полезным ископаемым производством удобрения, компанией «Фосагра». На нашей площадке это уже встреча не онлайн, они перешли опять в офлайн и в обычном режиме проходят. Вот таким вот образом мы стараемся именно резюмируя на нашей площадке организовать прямые контакты потенциальных работодателей и наших студентов. Денис Карлович, есть что добавить? Да, конечно. Во-первых, с компанией мы работаем не только, скажем, в области подготовки специалистов. Мы имеем научные проекты с ними. Мы ведем переподготовку повышения квалификации специалистов. Примерно тысячу представителей разных компаний проходит у нас повышение квалификации ежегодно. Это такие самые передовые области, например, области моделирования цифровых технологий, моделирования месторождений, новых технологий добычи, повышения нефтеотдачи, новых разработок в области геологии, поиска полезных ископаемых разнообразных. Вот я говорю, примерно тысячу человек из компании проходит обучение. И вот я уже говорил, более 300 проектов в год ежегодно мы имеем с разными компаниями. Вот в рамках вот такого взаимодействия тоже возникает ситуация, когда студент, который работает в проекте, значит, попадает на работу в компанию. Вот это не только такие вот производственные компании, но это и научные институты разнообразные, академии наук в том числе, институты, отраслевые институты. То есть связи огромные, они разноплановые, то есть в области вот подготовки специалистов, перепоготовки, повышения квалификации научных проектов, подготовки в аспирантуре. Вот такая очень большая такая связь, многоканальная такая связь получается. Что ж, коллеги, на этом вопрос у нас подошли к концу. Есть ли что добавить в конце нашего эфира? Да, объявление для наших слушателей. Вот мы не только для школьников организуем много мероприятий. В частности, был вопрос, который, вопрос о доступности общения, скажем, и взаимодействия с нами, школьников из других регионов России. Здесь я немножко хочу дополнить ответ на этот вопрос. Мы уже шестой год провели шесть чемпионатов среди школьников по решению геологических кейсов. И здесь наша география как раз представляет не только вот по Волжзе, но и уже практически присоединились многие регионы и Российской Федерации, страны СНГ. Так что у нас есть такие вот знаковые для нас мероприятия, рейперные, что ли, если хотите. Вот для школьников, которые мы проводим на ежегодной основе. И кроме того, вот таких эфиров, которые проходят сегодня, мы планируем следующее воскресенье, 27 марта, провести на одной из онлайн-платформ. Пока это планируется, будет платформа Zoom. Если что-то изменится, мы всем сообщим. Сейчас идет регистрация. Мы планируем такой день открытых дверей в формате онлайн, где также можно вопрос задать и посмотреть расширенные презентации нашего института именно для школьников. И также хотелось еще раз напомнить всем нашим уважаемым слушателям, что у нас есть группа ВКонтакте, с помощью которой мы коммуницируем со школьниками. Это группа ЮГЕО, называется она. Можно как на латинице, так и на кирильце набирать строке поиска. Вы наверняка ее найдете. Да, вот я еще раз хочу повторить о том, что профессия геолога-нефтяника, геолога-геофизика, она очень интересная. Знаете, если у вас есть любовь к природе, вы любите путешествовать, то это как раз для вас на самом деле. Я про себя скажу немножко. Я приехал из Башкирии, поступать в Казахстанский университет, хотел поступить на Мехмат, математикой увлекался очень. Потом ходил-ходил, и понравилась мне физика. Потом я вот уже говорил, увидел, значит, геофизика, говорю, что такое? Они говорят, это физика на свежем воздухе. Мне это очень понравилось, потому что я всегда мечтал путешествовать. В те времена еще путешествия были, в общем-то, невозможные, очень далекие, да. Но тем не менее, вот видите, прошли годы, и в общем, как-то я совершенно не жалею, что я поступил на геофаг, закончил его, стал геофизиком. Потом я учился и на Мехмате, потому что нужно было мне преподавать обратно задачи геофизики. Мне нужна была математика, я нашел эти компетенции на Мехмате. Потом я засчитал кандидатскую, докторскую дистанцию. И я очень любил путешествовать, люблю путешествовать. Я всегда старался посещать интересные места, конференции. Я работал в разных городах, в разных странах. Я работал в Германии, под здами, вот там есть большой, значит, геологический центр немецкий. И я работал достаточно долго в Сюрихе, в Швейцарии, в Вен-Сюте, в технологическом университете, в Вен-Сюте геофизики. Я был в поле Южной Америки, экспедиция был, да, значит, в Европе, на озерах, вот в Европе, в Венгрии, на обнажениях в Австрии. Был, значит, экспедиции в Австралии. И вот, наконец-то, в прошлом году, вот в ноябре, была моя самая последняя мечта, большая такая мечта, не последняя, конечно, большая мечта, посетить Антарктиду. Я был в Антарктиде, значит, я там решал геофизические задачи. И для меня это было очень важно, вот, понять самому, увидеть, вот, то, что я всегда в детстве хотел, посмотреть, что такое Антарктида, и как вот эти вот люди, которые там были, как они там жили. Я это узнал, увидел, почувствовал, что вот то, что я знал, это, оказывается, ерунда. На самом деле, это намного сложнее, намного ужаснее, да, но это классно мне понравилось. Я получил гигантский опыт. То есть, я хочу сказать, даже вот, когда я был студентом, я на практике был в Южной Якутии, Алданской, Алдан называли, якутская Сочи. Это красивейшие места вообще. Потом, значит, был на Мангешлаке, искал нефть, вот, делал аэромагнитную съемку, путешествовал по этой пустыне. Потом, значит, после четвертого курса был на практике в Северной Якутии, искал алмазы. Вот так вот брал эти алмазы, значит, мы добывали их там. Правда, они были все черные, значит, да, был маленький заводик у нас там, алмазы добывал. То есть, даже во время учебы я увидел вот всю страну, потом объездил весь мир. Вы знаете, вот это прекрасная профессия. Если вы любите природу, любите путешествовать, вам интересны тайны вот, живой природы, тайны земли, поступайте на Институт геологии, нефтегазовой технологии и выбирайте профессию, работайте, будьте успешны и счастливы. Приглашаю вас. Не бойтесь, поступайте. И все ваши мечты сбудутся. Думаю, тут можно еще добавить, что поступая в Институт геологии, нефтегазовой технологии, попробуй переплюнуть список стран и континентов, которые посетил Данис Карлович Мургай. Ну что ж, Данис Карлович, Андрей Анатольевич, благодарю вас за то, что нашли время к нам сегодня прийти. У нас в гостях были представители Института геологии и нефтегазовой технологии. Еще увидимся, до новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok